МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на нашем телеканале. В студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Электричество подорожало. Наре утвердило новые тарифы, которые вступят в силу после их публикации в официальном мониторе. Депутат от ПДС подтвердил, что на некоторых автозаправочных станциях отсутствует дизельное топливо. Однако Наре уверяет, что запасов нефтепродуктов в хранилищах достаточно. Румынское таможне и молдавское правительство выступили с предложениями по решению проблем с грузовиками, которые днями простаивают заблокированными на таможне. С повышением тарифов на природный газ резко вырос спрос на дрова. Агентство Молтилва утверждает, что объемы заготовленной древесины на складах быстро сокращаются. Стоимость электроэнергии для конечных потребителей снова возросла. Подорожание одобрено Национальным агентством по регулированию в энергетике. Таким образом, получатели электричества от компании «Премьер Энерджи» будут платить на 47 банов больше, а потребители «Фея Норд» на 35 банов. Новые тарифы будут применяться со дня их публикации в официальном мониторе Республики Молдова. Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрело заявки поставщиков электроэнергии на повышение тарифов для конечных потребителей. Агентство Наре предложило утвердить тариф в размере 2 леев 64 банов за 1 кВт-час на электричество, поставляемое компанией «Премьер Энерджи», вместо запрошенных 2 леев 71 бана. А в случае с предприятием «Фея Норд» 2 лея 86 банов, вместо 2 леев 93 банов, указанных в заявке. В адрес Наре поступило три запроса, которые были зарегистрированы в секретариате. Наши эксперты установили наличие объективных факторов, подтверждающих необходимость пересмотра тарифов. В первой части заседания был рассмотрен тариф на электроэнергию по компании «Премьер Энерджи». Таким образом, тариф на 2022 год, запрашиваемый предприятием, по сравнению со средним тарифом, действовавшим на 1 апреля 2022 года, увеличивается на 19%. Важно отметить, что эта цена считается исходной ценой, прогнозируемой до конца 2022 года. Ставлю на голосование проект решения. Пожалуйста, голосуйте. Благодарю, решение принято единогласно. Представители компании «Премьер Энерджи» не комментировали данное решение. Спасибо за анализ и представление цифр, которые были озвучены. У нас нет комментариев. Есть какие-то дополнения, но они общего характера. После этого был утвержден тариф по компании «Фея Норт». Средняя цена на 2022 год, запрошенная предприятием, по сравнению с ценой, действующей на 1 апреля 2022 года, увеличивается на 18%. Представители «Фея Норт» также отказались комментировать решение. Представители «Фея Норт» здесь? У нас нет комментариев. Отметим, что «Премьер Энерджи» указала ряд причин пересмотра тарифа, а именно подорожание электроэнергии, закупаемой у предприятия «Энергоком» на 20% и на 23% электричества, которое приходит от внешних поставщиков. Другая причина – изменение обменного курса доллара по отношению к молдавскому лею с 17 леев 79 банов за 1 доллар до 19 леев. Дистрибьютор «Фея Норт» также мотивировал свое предложение повышением закупочной стоимости электричества, изменением обменного валютного курса, а также накопленными долгами, превышающими 238 миллионов леев. В настоящее время тариф на электроэнергию для жителей центральных и южных регионов страны составляет 2 лея 17 банов, на севере Молдовы 2 лея 51 бан. Депутат от ПДС Раду Мариан подтвердил, что на некоторых автозаправочных станциях отсутствует дизельное топливо, о чем накануне сообщалось на сайте autoblog.md. Парламентарий пояснил, что это вызвано проблемами с логистикой, вызванными войной в Украине. Между тем, Национальное агентство по регулированию в энергетике уверяет, что на складах компаний-импортеров имеются достаточные запасы нефтепродуктов для обеспечения текущих потребностей национальной экономики и граждан. Депутат от ПДС Раду Мариан подтверждает, что на некоторых автозаправочных станциях отсутствует дизельное топливо, как об этом ранее сообщил портал autoblog.md. По его словам, это относится к некоторым компаниям-импортерам, которые в настоящее время пересматривают свои перевозки и логистику. Это проблемы, связанные с логистикой, вызванные войной в Украине, тем обстоятельством, что Одесский порт заблокирован, и все, что связано с транспортировкой на восток, теперь перенаправляется на запад, в Румынию, где создались очереди. Из-за этого какое-то количество дизельного топлива доставляется с опозданием. Другая причина, по словам депутата, может заключаться в том, что в Молдове стоимость топлива ниже по сравнению с соседними странами. У нас цена дизельного топлива намного ниже, чем в соседних странах. В Украине цена 37 леев, как и в Румынии. Я думаю, они держат топливо в хранилищах, дожидаясь максимального роста цены. Исполнительный директор Ассоциации топливных компаний Ариана Дерменджи, у которой мы попытались получить комментарий по этому вопросу, не ответила ни на телефонные звонки, ни на отправленное сообщение. Тем временем Национальное агентство по регулированию в энергетике подтвердило в своем пресс-релизе, что отмечены случаи, когда на некоторых заправочных станциях отсутствует тот или иной продукт. Но это не системное явление и больше связано со сложной ситуацией в транспортной логистике в последние дни при пересечении границы Республики Молдова. В пресс-релизе НРЭ сообщает, что государственные органы прилагают усилия для оптимизации трафика на пограничных пунктах, а также для предоставления приоритета товарам, предназначенным для Республики Молдова, которые проходят процедуру оформления в международном свободном порту Джуджулешты. Также в НРЭ заявляют, что проводят ежедневный мониторинг запасов нефтепродуктов, хранящихся у компаний-импортеров, и утверждают, что в данный момент их достаточно для покрытия текущих потребностей национальной экономики и граждан. С таким заявлением агентство выступило после того, как 7 июня портал «Аутоблог МД» сообщил, что на многих автозаправках в Молдове отсутствует дизельное топливо, и что речь идет как минимум о 100 АЗС. Тем временем Совет по конкуренции сообщил, что в его адрес не поступал запрос относительно существования картельного сговора между топливными компаниями. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном, как отмечают учреждения, в связи с недавними заявлениями в публичном пространстве о наличии соглашения между участниками рынка нефтепродуктов с целью создания искусственного дефицита горючего и неоправданного повышения цен. Совет по конкуренции отмечает, что изучают нынешнюю ситуацию на рынке и анализируют действия крупных импортеров топлива в контексте вооруженного конфликта в Украине. Тем временем стоимость бензина приближается к 33 леем за литр. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые предельные цены на основные виды автомобильного топлива на 9 июня и опять в сторону повышения. В своем пресс-релизе Наре объяснила причину очередного подорожания и дало сравнение с ценами на горючее в других европейских странах. Согласно решению Наре, 9 июня бензин подорожает еще на 34 бана и будет стоить 32 лея 93 бана за литр. Стоимость дизельного топлива увеличится сразу на 57 банов, до 29 леев 87 банов. В Наре заявили, что на беспрецедентный рост цен на топливо повлиял дисбаланс между спросом и предложением в результате восстановления мировой экономики после пандемии. Также к росту цен привели военные действия в Украине, из-за которых нарушились традиционные цепочки поставок. Кроме того, российским нефтепродуктам был частично перекрыт доступ на западные рынки. В результате нехватку испытывает европейский рынок нефтепродуктов, где 30% потребления сырой нефти и 40% потребления нефтепродуктов приходилось на импорт из России. По данным портала Global Petrol Prices, который специализируется на публикации информации об энергоресурсах, по состоянию на 6 июня из 42 представленных стран самый дешевый бензин продавался в Беларуси по 70 центов за литр. В России два дня назад стоимость бензина составляла 84 цента, в Венгрии 1 доллар 33 цента. На Мальте, в Турции, Словении, Сербии и в Молдове цена колебалась между 1 долларом 43 центами и 1 долларом 71 центом. Самый дорогой бензин, по данным портала, в Норвегии, Дании, Финляндии, Испании, Греции, Швеции и Нидерландах, где литр стоит почти 3 доллара. Также Global Petrol Prices представил и цены на дизельное топливо по состоянию на 6 июня. В Беларуси 1 литр солярки, как и бензина, стоит 70 центов. В России стоимость дистоплива составляла 88 центов. На Мальте, в Венгрии, Молдове и Турции чуть больше 1 доллара. Дороже всего по состоянию на 6 июня 2 евро 68 центов дистоплива стоило в Швеции. За ней следуют Норвегия, Исландия, Финляндия, Дания и другие страны. По данным Норрея, Республику Молдову по ценам на горючее опережают только те страны, которые располагают собственными ресурсами, например, Россия и Беларусь. Либо государства, вмешавшиеся в политику ценообразования путем ограничения цен и снижения налогового времени. Таким образом, отмечает Национальное агентство по регулированию в энергетике, благодаря механизму установления предельных цен и регулированию торговой надбавки, Республика Молдова поддерживает относительно низкий уровень стоимости бензина и дистоплива по сравнению с другими европейскими странами. После состоявшегося 7 июня заседания, Высший совет безопасности сформулировал ряд рекомендаций по обеспечению продовольственной безопасности страны на период одного года. Соответствующий перечень опубликован на сайте главы государства с указанием мер, которые призваны обеспечить эффективное функционирование ценовых цепочек, доступ отечественной продукции на рынки и в торговые сети, устранение последствий монопольного положения, достигнутого неконкурентными методами, и повышение производительности труда в агросекторе. В процесс реализации рекомендаций включены ряд министерств и ведомств. В частности, Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности поручено завершить разработку стратегии продовольственной безопасности и плана мероприятий в сфере экспорта. Этому же министерству совместно с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и Министерством экономики предстоит устранить бюрократические барьеры в сфере сертификации отечественных и зарубежных продуктов питания и их производителей. Совету по конкуренции поручено осуществлять надзор над рынками сбыта, расследовать и наказывать в случае выявления злоупотребления доминирующим положением. В то же время Министерству внутренних дел и Минфину рекомендовано обеспечить беспрепятственное пересечение границы перевозчикам продовольственных товаров, в том числе за счет более тесного сотрудничества с соседними странами. Европейский совет может утвердить в июле проект решения о предоставлении военной помощи для Молдовы, но без летального вооружения. Об этом 7 июня на заседании Европарламента сообщил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Добровскис. Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне и общественному порядку Лилиан Карп, к которому мы обратились за комментарием, заявил ТВ6, что не знает подробностей, но отметил, что помощь со стороны ЕС станет дополнительной поддержкой для нашей страны. Как отметил вице-председатель Европейской комиссии, с начала военных действий в Украине Евросоюз предоставил этой стране беспрецедентную помощь, как гуманитарную, так и военную. Также, по словам Домбровскиса, ЕС усилил поддержку Молдовы как наиболее пострадавшего государства, соседствующего с Украиной. Мы намерены нарастить военную помощь Грузии и Молдове, которая не предусматривает поставку летального оружия. Это будет поддержка в области логистики, кибернетической обороны, военно-медицинских, инженерных и мобильных возможностей. По словам европейского представителя, Еврокомиссия представит проект, планируемый для Молдовы помощи в июне, а в июле Европейскому совету предстоит его утвердить. Пресс-секретарь президента Молдовы Сарина Штифырце, с которой мы связались, чтобы узнать позицию нашей страны в этом вопросе, перенаправила нас за подробностями в Министерство обороны. В Минобороны, а также в Министерстве иностранных дел и Европейской интеграции нам заявили, что проверят эту информацию и выступят с комментариями позже. Со своей стороны председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп написал в сообщении нашему телеканалу, что не знает деталей заявления вице-председателя Еврокомиссии, но ответил, что помощь со стороны Евросоюза станет дополнительной поддержкой для нашей страны. Напомним, 4 мая Министерство иностранных дел и европейской интеграции заявило, что в области обороны Республика Молдовы получает помощь от ЕС через европейский механизм поддержания мира и стабильности. Эта помощь не касается и не связана с летальным вооружением, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Данное заявление Мидеи прозвучало после того, как 4 мая председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции с президентом Майи Санду, что Евросоюз продолжит поддерживать Молдову и на этот раз окажет нашей стране дополнительную военную помощь, чтобы справиться с неопределенной ситуацией, касающейся безопасности в регионе. Мы обсудили, как можем оказать больше военной поддержки Республики Молдова, больше мероприятий по наращиванию военного потенциала. Конечно, я не буду сейчас говорить о деталях этого решения, отметил тогда председатель Европейского совета. Нынешнее лето станет решающим в том, как Молдова переживет будущий зимний сезон, поскольку сейчас страна пребывает в катастрофическом упадке, а экономическая и энергетическая безопасность находятся под серьезной угрозой. Такое мнение высказал экс-президент Игорь Дадон. В своем посте в Фейсбуке он прогнозирует значительный рост цен на энергоносители, а также обвиняет властью в подготовке так называемого технического объединения с Румынией и введения войск НАТО на территорию страны. Как считает Дадон, грядущей зимой молдаване будут жить в нищете и холоде, но зато с пушками и ракетами. В ответ на эти обвинения представители власти заявили, что лицемерию Дадона нет предела. На своей странице в социальной сети бывший президент Игорь Дадон сделал мрачные прогнозы на будущее. По его мнению, осенью тариф на газ может достигнуть 30 леев, тариф на электроэнергию превысит 4 лея, а стоимость литра бензина может оказаться выше 40 леев. Все это, отмечает Дадон, повлечет за собой цепной рост цен на продукты питания, увеличится и без того катастрофический дефицит бюджета, что может создать проблемы при выполнении государством своих обязательств по выплате зарплат и пенсий. По мнению политика, правительство не может выйти из экономического и энергетического кризиса из-за своей некомпетентности. При этом гражданам говорят о необходимости поставок в страну летального оружия и, возможно, введения иностранных войск. На самом деле, все эти милитаристские процессы и антироссийская истерия, считает Игорь Дадон, проводятся специально для того, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится техническое и военно-политическое объединение нашей страны с Румынией с отказом от нейтралитета, уверен бывший президент. В итоге, по его словам, грядущей зимой мы будем жить в нищете и холоде, но с пушками и ракетами. Совершенно очевидно, что Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации. Готовится военно-политическое объединение нашей страны с территорией Румынии с отказом от нейтралитета. Это ошибочная и опасная стратегия как для нашего народа, так и для тех, кто пытается ее внедрить. Иногда я задаюсь вопросом, осознают ли нынешние правители все эти риски, понимают ли, что они могут быть последними руководителями Республики Молдова, отмечает Дадон. Бывший глава государства утверждает, что Майя Санду и партия Действия и Солидарность шаг за шагом обеспечивают экономический, моральный и политический демонтаж государства. А чтобы никто не смог им помешать, против оппозиционных сил, в частности, против партии социалистов и ее лидеров, сфабрикованы уголовные дела. Все политические дела за последнее время с элементами избирательного правосудия являются частью этого дьявольского сценария по уничтожению оппозиции и ее лидеров, способных помешать планам втянуть нашу страну в войну и ликвидировать государственность Республики Молдова, пишет Дадон. В этих условиях экс-президент призвал все оппозиционные силы, вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности, общаться с гражданами, объяснять им все риски, которые могут ждать нашу страну. По его словам, каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и быть готовой в любой момент выйти на защиту государственности, нейтралитета и мира для наших детей. Только мобилизовавшись, мы сможем спасти все общество от нищеты и холода, подытожил бывший глава государства. Комментируя это заявление, пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас написала нам в своем сообщении, что лицемерие Игоря Дадона не имеет границ. После того, как он подчинил эту страну иностранным интересам и олигархам из своего окружения, он теперь раскалывает общество и распространяет ложь самым безответственным образом. «Мы советуем ему сосредоточиться на делах, по которым его обвиняют в коррупции, отмывании денег и извлечении выгоды из влияния», – заявила Влас. По словам пресс-секретаря, премьер-министра Анастасии Табурчану, кризисы, о которых говорит Дадон, вызваны событиями в Украине. «В данный момент рисков нет, и правительство не допустит невыплаты пенсий и зарплат. Кризис, в котором сейчас находится Республика Молдова, вызван войной в Украине. Я уже делала это заявление раньше, могу повторить. Если господин Дадон поговорит со своими друзьями в Москве, чтобы остановить войну, кризисы закончатся очень быстро». «Мы также попытались получить комментарий на прозвучавшие обвинения в администрации президента. Там нам ответили, что видели пост бывшего главы государства в соцсетях, но не станут его комментировать. Мы не комментируем мнения и публикации». Ранее министр иностранных дел Великобритании Ли Страс заявила, что Республика Молдова должна быть оснащена оружием по стандартам НАТО, чтобы защитить себя от России, отметив, что Великобритания ведет переговоры по этому поводу с союзниками по Североатлантическому альянсу. «О готовности США поставлять в Молдову оружие, если Кишинев попросит об этом, заявила и группа американских конгрессменов, находившихся в нашей стране с визитом. Президент Майя Санду признала, что у оборонного сектора Молдовы есть проблемы и он нуждается в укреплении, но отметила, что пока конкретного обсуждения поставок оружия со стороны стран НАТО не проводилось. Республика Молдова является нейтральной миролюбивой страной и не хочет посягать на суверенитет другой страны», – заявила глава государства. По вопросам объединения с Румынией и членства в НАТО, Санду неоднократно заявляла, что это должны решать граждане страны. Напомним, бывший глава государства Игорь Дадон был задержан 24 мая, а затем помещен под домашний арест. Его обвиняют в незаконном обогащении, пассивной коррупции, получении финансирования политической партии от преступной организации, а также государственной измене. Бывший глава государства заявил, что его дело является политическим, начатым по прямому указанию президента Майи Санду, что обвинения в его адрес являются необоснованными и все это затеяно для того, чтобы отвлечь внимание людей от проблем в стране. В свою очередь, Майя Санду неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в процесс правосудия, утверждая, что не дает указаний прокурорам и судьям, а призывает их выполнять свою работу. Исполняющий обязанности генпрокурора ранее заявлял, что не получают указаний извне, и прокуроры делают свое дело, руководствуясь только законом. Новый посол Румынии в республике Молдова, Кристиан Леон Цуркану, назначен сегодня указом румынского президента Клауса Йоханнеса. Дипломатическую эстафету в нашей стране он примет в связи с истечением срока полномочий посла Даниэла Иоанница и вступит в должность после вручения аккредитационных грамот. До этого Кристиан Леон Цуркану был послом Румынии в Киеве. Ранее он занимал должность заместителя посла Румынии в республике Молдова в период с 2014 по 2015 годы. С 2008 по 2012 годы работал в посольстве Румынии в Соединенных Штатах Америки, а с 2003 по 2008 год в посольстве Румынии в Германии. Продолжаем выпуск. Создание зеленых коридоров для машин без груза и перевозящих скоропортящуюся продукцию – одно из решений для разблокирования пунктов пересечения Молдо-Румынской границы, где в течение нескольких дней проезда дожидаются десятки грузовиков. Об этом заявил глава таможенного управления Румынии Клаудио Артелянов в эфире одного из телеканалов. Вопрос обсуждался и на заседании правительства, где премьер-министр попросила министров также найти пути решения. Глава таможенного управления Румынии Клаудио Артелянов заявил в эфире телеканала ТВР Молдова, что большая часть грузовиков, которые хотят пересечь границу, пусты, и для них должны быть открыты специальные коридоры, как и для перевозки скоропортящихся продуктов. Кроме того, глава румынской таможни добавил, что официальный Бухарест пытается поддержать присоединение Республики Молдова к конвенции об общем транзите, которая позволит упростить пересечение границы, сократив процедуру проверки документов. Ситуация на границе обсуждалась также и на заседании молдавского правительства. Премьер попросила министров подключиться к решению проблемы. Наталья Гаврилица также отметила, что для обеспечения необходимых условий для водителей грузовиков, которые были заблокированы в течение нескольких дней, можно было бы ввести в эксплуатацию центр для беженцев Джуджулештах. Насколько я понимаю, мы достигли пропускной способности 150 грузовиков в сутки. Мы вместе пытаемся увеличить пропускную способность на румынской стороне, возможно, создавая смешанные группы. Мы определили некоторые участки, которые можно использовать для парковки. Но, господин Будянский, посмотрите, пожалуйста, что еще мы можем сделать. Как мы можем обеспечить людей из этих километровых очередей туалетом, водой? Господин Спыну, подумайте, пожалуйста, что мы можем сделать, чтобы увеличить пропускную способность железной дороги, чтобы в первую очередь мы могли разблокировать ситуацию при помощи вагонов, которые простаивают, чтобы понять, есть ли необходимость в дополнительных мощностях погрузочно-разгрузочной техники. Во вторник директор таможенной службы Молдовы Игорь Толмазан заявил, что очереди не исчезнут и даже могут увеличиться за счет роста потока пассажиров в сезон отпусков. Однако решением, которое может сократить время ожидания хотя бы наполовину, может стать совместный процесс таможенного оформления. Видео с десятками большегрузных автомобилей, растянувшихся в многокилометровую очередь на границе с Румынией, прислали нашему телеканалу водители, которые находятся на таможенном пункте несколько дней. На прошлой неделе сообщалось, что на румынском контрольно-пропускном пункте Албице скончался 62-летний водитель из Молдовы, прождавший досмотра более 20 часов. Тем временем власти Молдовы приняли решение, что водители, ожидающие на границе, будут получать медицинскую, консультационную и психологическую помощь. Террасполь продлил до 23 июня действие желтого кода террористической угрозы в регионе. Такое распоряжение издал приднестровский лидер Вадим Красносельский, сообщает новостное детство новости ПМР. Напомним, желтый код был введен 25 мая вместо действовавшего до того дня красного кода, объявленного после нескольких инцидентов, которые терраспольская администрация назвала террористическими актами. Позднее так называемая МВД самопровозглашенной республики заявила о задержании жителя Кишинева, подозреваемого в совершении соответствующих действий, якобы по указанию молдавских спецслужб. Президателю парламента Игорь Гроссу отверг обвинение Террасполя в организации властями диверсии на территории левобережья Днестра. В связи с инцидентами в Приднестровье, Майя Санду сообщила о существовании внутреннего противостояния между определенными силами в регионе, заинтересованными в дестабилизации ситуации, что создает риски для республики Молдова. В ответ Вадим Красносельский призвал Майю Санду не говорить о том, чего она не знает, и не выдвигать необоснованных обвинений. Другим темам назначен новый представитель правительства Молдовы в Европейском суде по правам человека. Это Дмитрий Абаде. До настоящего времени он занимал пост начальника одного из отделов управления политики, реформы и защиты интересов общества в рамках Генеральной прокуратуры. Как заявил во время заседания правительства министр юстиции Сергей Литвиненко, он убежден, что опыт, полученный во время работы в Генеральной прокуратуре и прокуратуре по борьбе с коррупцией, а также сотрудничество с различными международными организациями, помогут Абаде исполнять обязанности государственного агента и достойно представлять страну в Европейском суде по правам человека. Дмитрий Абаде приступает к своим новым обязанностям 14 июня. Срок его мандата составит 4 года. В прошлом году он был кандидатом в члены Высшего совета прокуроров. Далее о происшествиях. 58-летний мужчина был найден вчера вечером без признаков жизни в квартире на улице Меорица в столичном секторе телецентр. По данным полиции, на голове у него был пакет и явные следы удушения. Как сообщила офицер пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, версия убийства исключена. Предварительно речь идет о самоубийстве. Полицию вызвала родственница мужчины, которая сообщала, что ее дядя длительное время не отвечает на телефонные звонки. Прибывшие на место полицейские установили, что дверь квартиры заперта на ключ. Пожарные вошли в квартиру через балкон, где и обнаружили тело. В ходе осмотра не обнаружено каких-либо свидетельств проникновения в квартиру посторонних лиц. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. С подорожанием природного газа в Молдове резко вырос спрос на дрова. Единственный авторизованный поставщик древесины в нашей стране, агентство Молтилва, не справляется с потоком потребителей, а дров на складах и вырубках становится все меньше. На специализированных рынках цена одного складометра выросла уже на 30% и продолжает расти практически ежедневно. Сегодня поддон дров на 0,8 куб. км стоит от 1150 до 1400 леев. В марте Молтилва повысила цены на дрова на 10%. Сейчас складометр дров можно купить по цене от 650 до 800 леев. Вот только ехать за товаром приходится сразу на место вырубки, в лес. Спрос большой, дров мало. В очереди в лесхозах сотни человек, поэтому желающих вносят в лист ожидания. Представитель лесхоза в селе Малкач поясняет, что новые заявки поступают ежедневно. У нас очень большой спрос на древесину. У нас 5, 6, 7 до 15 звонков в день. И люди просят максимальное количество дров. Раньше были ситуации, когда граждане приходили и перебирали древесину. Она им могла не понравиться. А сейчас она уходит в больших количествах. Спрос не ограничен. Скупают даже ветки. Запасы дров каждый день пополняют, но на всех желающих не хватает. Как утверждают в агентстве Молсилва, в некоторых населенных пунктах и вовсе не осталось древесины. Так как необходимое разрешение на плановую вырубку деревьев, агентство получило с опозданием почти на 2 месяца. Сейчас выкупают даже древесину, которая лежала на складах по 2-3 года. Учитывая, что цены на газ выросли, люди закупают дрова, чтобы обеспечить себя и подстраховаться на холодный сезон. Раньше дефицит дров восполняли, закупая их в соседних странах. Но теперь из-за войны в Украине поставки прекратились. В настоящее время на складах и вырубках лесхозов страны в наличии есть около 44,5 тысяч кубометров дров. Тогда как в прошлом году, по данным Молсилва, было заготовлено около 400 тысяч кубометров. В агентстве утверждают, что дрова продадут всем желающим, но по определенному лимиту. Лимит дров на семью по 10-15 складометров. В данный момент на складах есть около 44 тысяч кубометров дров. К концу второго полугодия этого года будет порядка 280 тысяч кубометров. Надеемся, что сможем обеспечить население дровами. При этом лесхозы страны только за три месяца текущего года заготовили 75 тысяч кубометров дров. Это треть от годового запаса прошлого года. Из-за повышенного спроса дрова у посредников подорожали почти на 30%. Если в прошлом году поддон на 0,8 кубометра стоил 1000 леев, то сейчас на сайтах по продаже тоже количество обойдется покупателю уже от 11500 до 1400 леев. И цены продолжают расти. Напомним, с 1 июня природный газ подорожал на более чем 22%. Молдавские потребители теперь платят за кубометр голубого топлива 18 леев 62 бана. Компенсации транспортных расходов для лиц с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для детей с особыми потребностями, будут увеличены на 33,3%. Решение принято сегодня на заседании правительства. Получателями компенсации является около 139 тысяч человек, из которых 10 тысяч детей. Будут начислены начиная со второго квартала этого года, говорится в пресс-релизе Кабинета министров. При этом не уточняется, о каком виде транспорта идет речь. Также сообщается, что общая сумма выплат составляет порядка 54,5 миллионов леев, выделенных в соответствии с изменениями, внесенными в закон о государственном бюджете. Сегодня же правительство утвердило проект постановления об удвоении размера стипендий для спортсменов, продемонстрировавших высокие достижения. Кабмин уточняет, что сумма, критерии оценки и процедура предоставления будут определены в специальном регламенте. Таким был сегодняшний день глазами наших корреспондентов. Я, Алиса Коряк, на этом с вами прощаюсь и напоминаю, что вы можете следить за главными новостями в стране и мире круглосуточно на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Оставайтесь и далее на нашем телеканале, берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова